МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дарья, разрешите ангажировать вас на танец? Ты не могла бы мне немного денег дать? У меня с собой 50 рублей есть. Мне хотя бы рублей 200. Не понял. А где Ваня? Света Ивансовна. Ваня Иван. Ее так весь двор с детства называют. Ясно? Мне деньги нужны. Какие-какие? Российские. Вы не могли бы мне выслать? Верно. Держи. Илья! Я не понял. Это что такое? Отставить. Товарищ подполковник, это Ксения из Англии. Помните, я вам рассказывал? Ну, что ты стоишь? Дуй. Есть. Ксюха. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Оставить вольно. Вольно. Здравия желаю. Здравия генерал. Что это такое вы придумали? Целый парад. Соскучишь, Венец Викслава. Серьезно? Ну, так точно. Ну, что же, это приятно. Отчет его. Здравствуйте. Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ генерал. О, Василюк, что это такое? Что? Что это такое? Ухудел? Нет. Вам кажется, товарищ генерал. Думаешь? Хотя, третий курс. Сами знаете, все соки выжили. Это точно. Но об этом мы уж потом отдельно поговорим. Вы-то как отдохнули? Замечательно. Санаторий, ну, это просто какая-то сказка. Кстати, могу порекомендовать. Мы бы с удовольствием. Да вот когда? Когда? Как только получишь генерала, сразу вперед. Ну, что, здравствуй, дорогой дом. И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас герои главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я А грязевые ванны все-таки штука полезная Ага Правда, он больно утомительная А ты вот сам, по сути, лежишь в этой жиже Ну, минут сорок И чувствуешь себя, ну, просто вот Свиньей Извините, товарищ генерал Да нет, ты недалек от истины Я бы сказал, чувствуешь себя поросенком А Потому что все-таки эффект омолаживания присутствует О, как О, как у вас-то все-таки порядок Ну, так Полный порядок Обижаете, Леонид Ильич Александрович Ну, хорошо, хорошо Да ты присаживайся Ну, давай, теперь ты рассказывай Как вы тут? Да В общем, нормально Ну, успеваемость, как всегда, к концу года растет Ну, что Спартакиад провели Среди второкурсников Ну, в общем, порядок Да, вот приблизительно, как у вас на столе И что, ни одного ЧП? ЧП? Какое ЧП, товарищ генерал? Так это я тебя спрашиваю Что, за три недели ни одного ЧП? Да Практически выходит, что так А почему практически? Ну, там Ай да, товарищ генерал Мелочи Не стоит обращать внимания Я вам потом как-нибудь все доложу Ну, ладно, ладно Потому что, если бы что было серьезно, я бы уже знал Вот именно Вот Прошу успеваемость Это Статистика Вот, прошу Там по второму курсу Угу Вижу, вижу А где третий-то? Только там пониже и третий Ага Третий-то они сейчас стараются Да, наверстывают, исправляют Одним словом, грызут гранит Ну, это естественно Сваты уже приезжали Анкеты уже заполнили Это я знаю, ты же звонил А где? Что? Ну, анкеты, ты же говорил Заполнены Так будут Точнее, генерал, будут Сегодня к вечеру у вас будут на столе Ну, так давай Действуй, действуй Так, с нарядом вроде разобрались Теперь по поводу анкет Так что, полковник, так мы же уже их писали Писать-то вы писали Только наверх они еще не ушли Поэтому, если у кого-нибудь возникло желание что-то там исправить Говорите Ну, никто не передумал Вы уверены? Смотрите, сегодня вечером я отнесу эти анкеты полковнику Ноздреву Тогда исправить будет уже труднее Товарищ подполковник, ну это же не догма Что именно? Ну, мы же не обязаны поступать именно туда, куда написали Да, не обязаны Только на основании этих анкет будет составляться разнарядка по учебным заведениям Кто пришлет больше мест, кто меньше И еще раз напоминаю Туда, откуда пришел на вас запрос, вы поступаете без экзаменов Товарищ подполковник, а если несколько человек на место? Возьмут лучшего по рейтингу, это же очевидно Ну, еще вопрос есть? Никак нет Вольно разойдись Товарищ генерал, вы просили зайти А, да-да, проходи Если вы насчет анкет, Леонид Петрович, то их еще нет Вы знаете, не все сдали Второй взвод всегда возится Ну, ладно, ладно, бог с ним, я совершенно по другому поводу тебя вызову Да ты присаживайся Да Слушай, Александр Михайлович, я тут недавно вот в санатории был Ну, я помню, грязи Да, грязи И вот ты знаешь, у них перед самым входом, вот перед входом в санаторий, замечательный цветник разбит Вот прямо как бы входишь и в него упираешься А, так? Крупные-крупные розы, а запах обалденный И вот если проходишь, просто, ну, совершенно настроение другое Понимаешь? Понимаю Как ты думаешь, если вот у нас что-нибудь такое, ну, устроить В каком смысле? В прямом Ты же, генерал, так у нас здесь не санаторий Вот, Александр Михайлович, когда ты входишь в училище Так Чем пахнет? Пахнет? Да Не могу знать А вот я знаю В данном случае пахнет краской А вообще пахнет все время столовой К столовой-то я уж принюхался А краской пахнет почему? Мы стенды покрасили Вы же сами говорили, что стенды у нас Ну, бог с ним, бог с ним Ты вот просто, Александр Михайлович, представь Входишь в училище И розы И потрясающий запах Ну, совершенно на другой лад настраивает А зачем нам другой лад, товарищ генерал? Александр Михайлович, а ты чего? Не издеваешься, что ли? Да нет, никак нет, товарищ генерал, ну что, как можно? Я понимаю, розы, запах Эффект омоложения У нас уход не получится, там у нас кругом асфальт А ты найди, где нет асфальта У нас что, территория маленькая? Да нет, нормально, значит, я понял Розы, запах, другой лад, цветник Свободен Есть Слышь, Степа, ты что там закинул? Ничего Ой, а мы будто не видели, а? Давай, Крэс, что там у тебя за колеса? Это не колеса, простые витамины Серьезно? Ну, покажи Перебьешь, я что, витамин отрика не видел, что ли? А нафига они тебе? У тебя что, витаминоз? Почему? Просто, ну, весной полезно Степа, витамины вот они В капусте, в гречке Знаешь, сколько в гречке железа? Ой, хоть иди в металлолом сдавай Вот иди и сдавай Короче, Степа, яблоко мы у тебя экспроприруем Эй, куда? Как-то куда? Ты свою порцию витаминов уже принял Надо бы и с товарищами поделиться На место положи Сухой, ну, реально положи, а? Ну, смотри на печку Он свою дозу витаминов принял, а? Может, запросто прибить На, держи, мистер Анаболик Не заняты, Павел Павлович? Да нет, проходи Слушай, Павел Павлович Ты уже списки Ноздреву подал? Как раз собираюсь Слушай, может, и мои заодно захватишь, а? А то мне Ковалеву надо Он, говорят, меня искал зачем-то Да не вопрос, конечно Спасибо Кстати, Павел Павлович К вам Алексей мой не подходил? Алексей? Когда? Ну, в последние дни Да нет, вроде бы А что, должен был? Значит, не подходил Ну, что, случилось что-нибудь? А, да нет Нет, ничего Мы просто заявку в анкете поменять хотели В каком смысле? Ну, он же написал там Десантное, Рязанское Ну, да Ну, вот А мы решили все-таки В ракетное, Павел Павлович Скажите, Вадим Юрьевич Это мы решили Или он решил? Почему это вы клоните Товарищ подполковник? Мне кажется, товарищ майор Вы объявили ложную тревогу Не понял Вадим Юрьевич Я бы на вас посмотрел Поверьте, я бы уважал выбор своего сына Товарищ подполковник Знаете, на словах Все мы герои Вадим Юрьевич Да Вы же хотели, чтобы я занес Спасибо Сам занесу Мне, пожалуйста, кексик один И маленький пакет сока Хорошо Желательно вишневого Хорошо, хорошо Так Держим Тридцать рублей А если я прямо здесь? Что здесь? Ну, прямо здесь ем Тоже тридцать рублей? Тоже тридцать Обидно? Да Привет Здравствуй Мне, пожалуйста, два кекса с изюмом И стакан апельсинового Хорошо Слушай, Лех, ты бы не задерживался Мы же скоро по строению Держи Так У тебя рубль есть? Я тебе сдачи пять дам Есть Угу Отлично, отлично Теперь я тебе ничего не должна Держи Ошибаешься Должна Это я Без тебя танец Значит так, прапорщик После обеда возьмешь двух залетных Из любого взвода И поедете вот по этому адресу Так, зеленая Улица Зеленая Зеленая, зеленая А где это у нас такая? В нашем городе Понял Получите там посадочные материалы Привезете сюда В училище Деревья Да какие деревья Цветы Там тебе все написано Короче Получите Сорок кустов роз Привезете в училище И посадите на пятачке Около плаца Товарищ полковник Сорок кустов Зачем нам столько? Ну что мы Торговать что ли будем? Ну естественно А на вырученные деньги Поставим памятник Какой памятник? Твоему юмору Товарищ полковник Ну хватит уже Вот ты скажи Вот ты когда приходишь В училище Вот ты приходишь в училище Утром на работу Чем тебе тут пахнет? Не знаю Понимаешь, а я смотря Где Капустой тушеной Не, ну я с ней в столовой Ну вот, капустой А то будет розами Понимаешь? Капуста И розы Чувствуешь разницу? Пока не очень Да ты не ерничай Не ерничай Понимаешь, прапорщик Роза, это же красота Вот ты входишь А тут такая красота Это сразу поднимает настроение А? Не знаю Я в училище Всегда как На праздник хожу Так что у меня настроение Всегда хорошее Да вот ты приходишь Тут ходишь Ходишь и портишь остальным Почему портишь? А я откуда знаю почему Портишь и все У тебя есть приказ Иди выполняй Есть Решите идти Ну уж давно пора Иди Есть Ох, эти розы СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот ты где ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебе не позволю Что ты мне не позволишь? Я не позволю тебе допустить ошибку Леша Ну пойми ты одну простую вещь Товарищ майор, извините У нас сейчас построение Ну, что вылупились? Заняться нечем? Сейчас мухой организую Сухой Чего? Пора Дрыхнет Блин, Трофим Здесь нет ничего В домочке поищи Здесь тоже пусто Ничего Зачем ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опа Есть контакт Бери печка под подушкой Прячет сладкую ватрушку Чего там за витамины? Блин, не видно нифига Пойдем помывали Там хотя бы посветлее Сухой Смотри, печка засуетилась Слышь, Степ, ты что там, клопов гоняешь? Мужики, вы в расположении ничего не находили? А что мы должны были найти? Ну, баночку такую небольшую Какую баночку? С анализами, что ли? С какими анализами? С витаминами Я вчера вечером ее положил под подушку, а сейчас ее нет Слушай, Степ, а может ее это, клопы сожрали? Блин, я серьезно, а? Ну, мы серьезно? Ты это что думаешь, клопам витамины не нужны? Да пошли вы Степ, да реально, мы этих витаминов даже в глаза не видели Ты под кроватью смотрел? Смотрел Да, может, философ нашел или Василюк Если бы они уже нашли, мне бы уже давно прилетело Слушай, а что ты эти витамины под подушкой держишь? Он хранит их в тумбочке Да он просто подсел, он без витаминов спать не может Так, перепечка У тебя что, прямое попадание снаряда? Никак нет, я просто Что просто? Почему постель разворочена? Я просто простыню перестилаю Простыню? Ну, так точно Что, крошек много накопилось? Никак нет, просто перестилаю Тогда живи и перестилай Через пять минут завтрак Это всех касается Приступить к приему пищи А что это у нас граф Суворов ничего не ест? Что, Степ, без витаминов аппетит пропал? Ну, я же говорю, подсел Что, Степ, так из-за этой банки расстроился? Да плюнь ты Ага, плюнь Ты хоть знаешь, сколько она стоит? Сколько? Много Мужики Может, хватит? Ладно, Степ На, держи Только не плачь Так это вы сперли? Почему сразу сперли? Нашли Где нашли? Там, где ты ее потерял Под подушкой Вот козлы, а Кто? Что, слуху слышишь? Да ты сам козел Я? Ну, не мы же Надо, что он нам всякой лапши-налши Якобы витамин он принимает, да? Так, третий курс, я не понял У нас здесь столовая или Зал для переговоров? Соблев Столовая, товарищ прапорщик Тогда почему базар устроили? Быстро Закрыли рты и кушаем А не получится, товарищ прапорщик Что не получится, Трофим? Ну, с закрытыми ртами есть Так, шутник Еще одно слово И ты у меня будешь шутить в наряде Всем ясно? Так, Кутепов Ты поактивнее лопаткой-то работай Ты не на рыбалку собрался Не червей копаешь Ну вот, так уже лучше Тихомиров Ну-ка, посмотри со стороны Как оно, ровно? Вроде ровно Вообще красиво получится Конечно, красиво Тут бы еще лучок посадить Помидорчики, огурчики Да и гамак повесить Так полного кайфа Цены бы не было, да Смирно! Товарищ генерал-майор Отставить, вольно Вольно! Продолжать работать Ну что, товарищ прапорщик Я смотрю, ты уже себе тут участочек присмотрел В каком смысле, товарищ генерал? Ну что, мне сказали, что ты здесь фазенду хочешь построить Да никак Курчики там, гамак Никак нет, товарищ генерал Это полковник Назрев Ему что-то стукнуло Что стукнуло? Ну, что надо все здесь розами засадить Так сказать, для ароматов Чтобы настроение поднимало Ну что, идея, в общем, интересная Да нет, идея-то она, может, и интересная Но я думаю, что это до первой дискотеки Не понял Ну как, будет дискотека, придут девушки Каждый из суворовцев кинется по цветочку сорвать И все, конец клумбе Да, проблема Ну что ж, тогда мы тебя здесь поставим С автоматом Не понял Будешь сторожить Есть, товарищ генерал Шутка Понимаю Ну ладно, работаем Да, продолжаем работать Теперь рассмотрим порядок перегруппировки Первое Подразделение занимает круговую оборону И подает сигнал Группе поддержки О соединении со штурмовой группой Группа поддержки Располагается на вероятных путях подхода противника Каждый боец Должен занимать Правильную в тактическом отношении позицию Степ Чего? Ты где эту хрень надынул? Какую еще хрень? Ну, эти пилюли для похудания Это не хрень А что это? Это натуральная биодобавка В мозгах у тебя биодобавка Почему это? Это лохотрон это все Да никакой это не лохотрон У меня друг, ну, три месяца пил И почти на 20 килограмм похудел Суворость перепечка Я Продемонстрируем Порядок перегруппировки на примере перепечка В данный момент Перепечка занимает оборону в районе парка А в результате перегруппировки Он будет держать оборону в доске Ну, перепечка Что? Двигайтесь в доске Что? Вадик, ты можешь потише, а? Что потише? Стучать Ты же сама просила помочь Я просила помочь, а не стучать Уля спит Уля спит в спальне Мы с тобой на кухне Дай я сама Не надо Я уже почти закончил Что-то случилось? Почему у меня что-то должно случиться? Ты какой-то дерганый сегодня Что не так? Да, Леша Что опять случилось? У вас же все было хорошо Было Было, да спало Может, поделишься? Да втемяшил себе В голову эта рязанская десантная Понимаешь? И вот как баран Не сдвинуть Не объяснить Леша хочет поступить В Рязанское десантное училище? Да Представляешь? Ну так а что здесь плохого? А что хорошее? Он в нашем ракетном С руками заберет Из города никуда уезжать не надо И специальность военная нормальная Нет Надя, подавай ему эти зубодробильные войска Он же все свое здоровье там положит Насмотрелся кино десантник Вадик, ну зачем ты так? Ну а как? Ну если парень решил, пускай Ну пусть хотя бы попробует Вдруг это действительно его Вот что его? Что его, я спрашиваю? Я лучше знаю, что его, что не его Это не яблоко на базаре, знаете ли, попробовал Вкусное, невкусное, купил, не купил Тут жизнь нужно выстраивать, карьеру Вадик, так давить тоже нельзя Что нельзя? Вот что нельзя? А? Тебе хорошо говорить Это не твой родной сын Посмотрел бы я на тебя Как бы ты своего сыночка Выпроваживала Езжай, дорогой, в чужой город Прыгай там С самолетов, вертолетов По болотам ползай Я бы на тебя посмотрел А тут что? Тут все правильно Чужое, оно ж не свое Наташ 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 Вадик, вся твоя проблема в том, что ты не видишь самого главного Ну чего, чего я не вижу Твой сын вырос Официанту блондинки спрашивают Вам пиццу на сколько четыре разрезать? На четыре или на восемь? Ну, а блондинка отвечает Конечно же на четыре, восемь я не съем Степ, ну он старый Почему он старый? Ну, потому что я его уже слышала Ну, только расскажи, как будет у него быть новым Я не знаю новых Ну, тогда молчи, слушай старый О, слушай, а ты не хочешь взвеситься, а? Нет, не хочу Я свой вес знаю А я, пожалуй, взвешусь Уж полгода назад взвешивался Извините, а они у вас точно показывают? Точно, а как же, как в аптеке Спасибо Степ, ну чего? Ничего Сколько ты весишь? Нисколько Степ, ну я серьезно, сколько ты весишь? Нисколько А давай угадай, шестьдесят Нет, шестьдесят пять Помолчи, а? Степ, ты чего? Ничего Блин, ничего не понимаю Как здесь минус получился, а? Где-то я его профуфыкал Сирос Ты рыбу будешь? Нет Она не жирная, с картошечкой, как ты любишь Помолчика, я же сказала, я не хочу Так Во-первых, хватит здесь сидеть Во-вторых, иди развейся Помолчика, мне некогда Сынок, звонила Тамара Ивановна И очень просила, чтобы ты ее дочку до бассейна проводил Ленку, что ли? Ну да Что, она сама не найдет? У нее что, ног нету, что ли? А ты хоть знаешь, что девочку из соседнего подъезда Вчера около магазина ограбили, сумку вырвали Это среди бела дня Хорошо, что она орать не начала А так бы вообще по голове получила Жесть Максим, прекрати Мам, ну это магазин, а то бассейн Мам, ну честное слово Мне заниматься надо Макс, вернешься и позанимаешься И вообще, хватит уже заниматься В училище занимаешься, домой приходишь, тоже он книгами обложился Мам, между прочим, к третьему курсу это очень даже полезно Воздухом дышать тоже полезно И кстати, когда мы с отцом уезжали Тамара Ивановна всегда с тобой, между прочим, сидела Хотя у нее тоже были дела Когда ты со мной сидела? Ты не помнишь, ты маленький был Вот я маленький был, поэтому и не помню Ну Максим, ну я обещала Мамолечка, ну я тебе тысячу раз говорил Что не надо за меня никогда ничего обещать Ну Максим, ну что тебе стоит? Лена, хорошая девочка Мамочка, да при чем тут это? Максим, ну пожалуйста Пожалуйста Ну Макс, ну ничего Трудно Ладно Прикольно тут Ага, наши парни сюда часто ходят Ой, какие большие порции Степ, а что это за таблетки? Почему сразу таблетки? А что это? Ну это обычные витамины Какие витамины? Какие-какие? Обычные, А, Б, С А я тоже хотела попринимать витамины Мне доктор сказал, что это весной полезно А ты какие принимаешь? Покажи Что я тебе должен показывать? Ну а что это? Секрет что ли? Слушай, Анжела Давай ешь, а то сейчас все остынет Степ Что? А это точно витамины? Слушай, Анжела, давай забьем эту тему, а? Это обычные витамины Продаются в любой аптеке Почему ты тогда мне их не показываешь? Степ Что? Я ем У нас на прошлой неделе задержали двух парней Из дискотеки А они тоже, как ты, ели таблетки И говорили, что это витамины И что? Ну и ничего На них дело завели Какое еще дело? Уголовное Слушай, Анжела, ты хочешь, чтобы я подавился, да? Нет, я хочу, чтобы ты мне пилюли показал Блин, ну ты пиявка, а? Что-то не похоже на витамины Потому что это специальная биодобавка для похудания А что такое гиава? Слушай, Анжела, ты сюда есть пришла или читать, а? Давай ешь уже, все остыло А ты не ешь Ты же худеешь Ага, сейчас, а это тогда нафига? Трофим, ну хороший интернет мучай, давай-ка лучше постреляем Ага, сейчас Опа, что за экономический факультет? Это что, в нашем нивеле? Угу, угадал Ну так что, в кого стрелять будем? Подожди, Трофим, а нафига тебе экономический? А что сразу мне? Это для... для сеструхи Ага Подожди, для какой сеструхи? У тебя же обе маленькие еще Маша-то вообще тринадцать вроде Ну, четырнадцать, но это не для нее Это для двоюродной, она из Ульяновска Ну, вот решил поступать Ясно Ну, тем более, для нее вариант хороший Ира, такие обещали с хаты помочь Ну да Слушай, а чего это она надумала на экономический? А что? Да ничего Просто будет каким-нибудь бухгалтером колечиться Чужие деньги считать Ну, а что это сразу бухгалтером? Ну, а топ-менеджером, например Топ-менеджером? Тогда уж и уж топ-модель Вон там реальные бабосы Слушай, сухой Чего? Тебе из чего замочить? Из винчестера или из базуки? О, намек твой понял Иду перезаряжаться Забавные истории ты рассказываешь А я всегда считал, что Лондон Это красивый европейский город Нет, но он действительно красивый С точки зрения туризма А вот жить там Что, плохо? Муравейник Ну, я бы сравнила Лондон с нашим Москвой Только в худшем ее проявлении А Эдинбург? Или как там его? Эдинбург Ну, это как наш Питер Только в лучшем его проявлении Очень интересные сравнения Зато лаконично И точно Что ты на меня так смотришь? Просто давно не видел Я сейчас подавлюсь Слушайте, Илья, Ксюша Вы не обидитесь, если мы вас покинем А куда? Да, понимаешь, сынок Азара вам все обещаем Все, зайдем, зайдем Третью неделю обещаем Все никак Ну, если вам это очень важно То, конечно, идите Вот и замечательно, Ксюша Голубцы на плите Торт в холодильнике Ешьте, он очень вкусный Оль, да сами они во всем разберутся Пойдем А твои прятки дипломаты Что есть, то есть Слушай, Макси А почему ты мне ничего не рассказываешь? Ну, что тебе стихи читать? Ну, почему сразу стихи? Можешь что-нибудь другое? Другое? Тогда слушай Синус двух альфа равен два Синус альфа умноженное на косинус альфа Вот, ничего есть косинус двойного, да А в косинусе двойного угла А там совсем все по-другому Максим, я не про это Не про что тогда? Я думала, ты мне что-нибудь про училище рассказываешь Про училище? Да пожалуйста Зворовские училища Основанные в 1943 году По приказу Максим Что-то опять не так? Ну, не хочешь рассказывать? Я рассказываю Вот теперь ты угадала Слушай, Макс А давай зайдем в морожки пойду? Морожки? Какой же морожки? Это же бассейн или нет? Я вот в бассейн так хожу Поним Зачем вить этот амскарат? Ну, ты же знаешь мою маму У нее лозунг Чтобы у меня не было ни минуты свободного времени Репетиторы, бассейн, аэробика Жить нехто Слушай, а зачем тебе это для тебя хранить? Мороженое жрать? Ну, Максим Ну, пожалуйста Я сто лет мороженое не ел Ну, Максим, пожалуйста У меня деньги есть Естественно Как же бассейн и без денег? Это тебе маленький подарочек Спасибо Трубка Ксения, ну я же не курю Балбес Это трубка из музея Шерлока Холмса Чтоб ты был таким же умным и проницательным Спасибо То есть она сувенирная, да? Настоящую я бы могла привезти Но сложно найти реальную трубку Вымышленную персонажа Спасибо Спасибо Похоже? Похоже Как сестры Сильно изменилась Ну, если изменилась, то в лучшую сторону Милюш А если родители вернутся? Не вернутся, я их знаю Они там теперь до утра сидели Представляешь, он такой руки отпускает И машина прямо в пропасть с обрыва Бабах! Что бабах? Ну, взорвалась Серьезно? Ну, да А что взорвалось? Ну, как? Там это даро, бензин Киношка, что надо Обязательно посмотри Мороженое киношки Что? Ну, так, ничего Слушай Так это что получается? Погиб на гипс? Ну, да Я же тебе говорю Прямо в пропасть с обрыва Странно Что странно? Ну, странно, что Вы чего-то мастер не сказали Что должны были сказать? Ну, так что Ну, так и так Погиб известный актер В Голливуде траур Макс, ты что? Это же не он погиб Не он? А кто тогда? Никто Там же каскадер сидел А, так это каскадер погиб Почему? Никто не погиб Каскадер выпрыгнул Это же кино Серьезно? Так ты видела Так ты видела, как он выпрыгнул? Максим, ты что, издеваешься? Что видно? Макаров, между прочим Я с тобой нормально разговариваю Да, ну Макаров, знаешь что? Что? Пошел вон, придурок Ну, наконец-то Макс, стой! Ну, ешь Морожка-то Я так соскучился Я тоже очень соскучилась Хорошо дома, правда? Мне хорошо там, где-то Честно? Абсолютно Ну, и я тоже сам Скажи, а ты бы мог жить в Шотландии? В Шотландии? Угу Что я там забыла? Со мной Что мы там забыли? Илюш, ты даже не представляешь Как там хорошо Там тихо Красота неописуемая Океан А главное, знаешь, это Это чувство свободы Ну, здесь ты что, в плену, что ли? Илюш, ну ты же понимаешь, о чем я говорю Не, не понимаю Господи, ну как же тебе объяснить? Там люди Они совсем другие Они Ну, они по-другому смотрят на жизнь Это по-другому, Ксюша Ну, у нас же здесь как? У всех на подкорке одна программа Машина, квартира, шмотки Они там не парятся Они Они просто живут Ну, а мы здесь что делаем? Ну, Алексей, ну послушай Ну, а что плохого в том, что человек хочет себе заработать на одежду На пищу, на квартиру, ну? Илюш, ну ты ничего не понял Да понял я все Тоже-то, ну, свобода Мужики в юбках ходят Ну, при чем здесь это? Ты что, правда, в Шотландии хочешь? А если и да, то что? Ксюша, ты шутишь, да? Ну, кто бы отказался на тебя в юбке посмотреть, а? Привет, а ты чего? Степ, а ты до сих пор эти, ну, добавки принимаешь? Ну, конечно, ну, смотри, кстати, уже должно быть заметно Степ, тебя, по-моему, обманули Я просто была в интернете Ну, и как там ништормит? Степ, гиава это не совсем южноамериканское растение Так, подожди, а что тогда? Ну, это трава, она в Африке растет, ее бегемоты едят А еще аборигены из него зелья варят О, так может, это оно и есть Аборигены-то, а не его Ну, Степ, ну, оно вообще очень ядовито для людей Может, ты просто никуда посмотрела или что-то перепутала? Да нет, ну, вот здесь 20 ссылок и все одно и то же, ну, посмотри Дама мульчика, привет, Ули Да я ничего не делаю, к наряду готовлюсь Максим, а скажи, пожалуйста, что у вас там произошло? Где? Почему Лена пришла из бассейна, вся в слезах? Не знаю, может быть, она в слезах купалась? В бассейн все-таки Слушай, Максим, перестань ерничать! Что ты ей наговорил? Да ничего ей не говорил, просто проводил и все Кстати, в основном говорила она Ай, Максим, что ты вытворяешь? Мама, если кто-то что-то вытворяет, так это ты Ты думаешь, что я ничего не понял? Ты что, у нас в бюро знакомств на полуставке устроилась? Я тебя очень прошу, не надо меня ни с кем знакомить Слушай, Максим, даже если это так Лена, между прочим, очень хорошая девочка Общительная Да дура она! Мам, извини, конечно, но это правда Все, извини, у меня нет времени Мне в наряд пора заступать, целую Целую Ну что, Степка, пойдешь в киношку кушать морожку? Чего? На так, ничего Вот падла Музыка Редактор субтитров А.Семкин